Издательство Эксмо. Валерий Веденский. Убийца из прошлого. В памяти моего друга Андрея Логинова. У отца три сына было. Старший говорит, в вид с мундире очень мило, и я буду сыт. Вот второй промолвил смело, я же на коня, бить врагов святое дело, отпусти меня. Ну, а ты, спросил родитель третьего, куда? Мир велик, я сочинитель, вот моя звезда. Старший служит, есть уж дети, сам солидным стал, генерал второй, а третий без вести пропал. Владимир Иванович Богданов, 1870 год. Примечание. Владимир Иванович Богданов, 1837-1886. Автор песни «Дубинушка». Конец примечания. Глава первая, в которой первую главу читает Разруляев. Четверг, 26 ноября 1870 года. Санкт-Петербург. Ксения Алексеевна и Сергей Осипович избегали друг друга. Встречались лишь на утренней воскресной службе и по четвергам за завтраком. Во все остальные дни Ксения с сыном, мальчика назвала Лешенькой в честь ее покойного отца, уходили на прогулку задолго до пробуждения Сергея Осиповича. А вставал Разруляев теперь поздно. Вскакивать ни свет, ни заря причин у него больше не было. Да и светает в Петербурге, куда по настоянию Ксении переехали после свадьбы, гораздо позже, чем в Новгородской, особенно зимой. Пробудившись от солнечных бликов, Сергей Осипович надел халат, сунул ноги в тапочки и направился в столовую выпить кофе. Увидев за столом супругу, как раз случился четверг, дежурно буркнул. Добрый день. Ксения Алексеевна, пробормотав в ответ «Здравствуйте», сразу поднялась. Уже насытились, без всякого интереса, лишь бы прервать тягостное молчание, так раздражавшее в собственном доме, спросил Сергей Осипович. «Да, мне пора», — ответила жена. «Опять нищим помогать». По четвергам Ксения посещала заседание благотворительного общества. Какого именно, Разруляев не знал и знать не хотел. Зачем? Чем бы дитя не тешилось. Хотя увлечение супруги влетало ему в копеечку. Только лишь собирать средства казалось Ксении Алексеевне недостаточным. Считала обязанной вносить свою лепту. «Надо же чем-то заниматься», — пожала плечами супруга. «Сегодня собираем на нужды воспитательного дома». Сергей Осипович скривился. Но что поделать, достал бумажник. Средствами был обязан супруге, потому никогда в них ей не отказывал. Протянул красненькую и два полтинника на извозчика. «Все-таки мороз». «Не надо, пешком пройдусь. Полезно для здоровья», — отвергла серебро Ксения Алексеевна. «Алешенька где? Гуляет», — уточнил Сергей Осипович. «Опять же для поддержания разговора». «Да вы же знаете, он словно пташка, встает всегда рано. Они с Феклой давно уже в парке. Хорошего дня», — пожелала супруга и удалилась. Плотно позавтракав, Сергей Осипович отправился в кабинет разбирать почту. Сперва прочел письмо от Шелогурова, в котором, как разруляев и ожидал, Шурин увернулся от прямого ответа, однако пообещал вскоре приехать и вот тогда все решить. Неожиданно раздался мелодичный звон. Сергей Осипович с непривычки вздрогнул. А потом понял, что это звенит новомодный механический колокольчик, который им недавно подарил Шелогуров. Сергей Осипович немного подождал, не откроет ли лужка. Но, видимо, и ее дома не было. На рынок ушла или в лавку. Пришлось плестись в коридор. — Кто там? — спросил он через дверь. — Рассыльный. Пакет для господина Разруляева. Сергей Осипович расписался, сунул шапки, так называли посыльных гривенник, и вернулся в кабинет. Ножом для бумаг вскрыл полученный пакет и с недоумением вытащил из него газету, какой-то неведомый глаз Петербурга, сегодняшний номер. И, не читая, скомкал. Решил, что издатель рассылает для привлечения новых подписчиков. Но что это? Заголовок одной из колонок был отчеркнут чернилами. Сергей Осипович бережно расправил газету, нацепил пенсне. О, Боже! Убийца из прошлого. Хроники Петербургской сыскной полиции за 2016 год. Фантастический роман господина Андрея Гуровицкого. Лишь только солнце покинуло небосвод, над столицей вспыхнуло другое светило – электрическое. Циклопических размеров башня, на которой оно крепилось, была выстроена почти столетия назад на Пулковских высотах, из-за чего обсерваторию, издавна там обитавшую, перенесли за 140 верст в лугу, где свет искусственной звезды не мешал астрономическим наблюдениям. Субтитры создавал DimaTorzok